Я очень благодарен, что ты согласился минуточку со мной поговорить. Я хочу тебя представить в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus, потому что у нас очень много людей из разных стран. Все чувствуются как энергию стресса делать своим помощником, а не только снимать стресс, но превращать ее в энергию для созидания. И там много у нас людей, которые интересуются и поэзией, и сами пишут, и рисуют сами. И я тебя люблю не только потому, что мы старые друзья, а не только потому, что ты гений, не только потому, что в Фейсбуке они все могут посмотреть Дина Магомедова, профессор наш уважаемый, не только потому, что муж твой, о Господи, памяти моего сердца, не только потому, что наш друг Сан Сот был, тоже в памяти моего сердца, который меня научил, вообще открыл глаза поэзии, что такое поэзия, когда читал мне стихи «Сестры тяжести, нежности, одинаковые ваши приметы». Мандельштаб, он мне открыл поэзию. А я хотел у тебя спросить. Вот я обратил внимание, поскольку сейчас момент у меня о психологии восприятия, о слоге, о слоге. Хотел у тебя спросить. Вот каждое слово, которое человек читает или видит, у него вызывает множество спонтанных вопросов. И в зависимости от того, как следующее слово отвечает или не отвечает на эти вопросы, зависит сканирование его внимания. Он то находится в напряжении, и то расслабляется таким волнообразным образом. Вот, например, мне Самсон тогда прочитал строчку «Что в имени тебе моем?» Вот когда, значит, говоришь «Что в имени?», возникает вопрос «Каком? Чьем?», а на вопрос нет ответа. Он говорит «Тебе», а потом отвечает «Моем». И получается поэтическая строка. А вот библейский текст, например, линейный, например, «И сказал кто, что, кому, Бог, что, да, что, да, будет, что, свет, ну и, и стал, что, свет». Такое линейное. То есть поэтому многовековая фильтрация этих фраз привела к тому, что там такой текст, который прямо идет как по маслу. Читаешь без всяких вот этих вот, ну, линейный такой. И то же самое я заметил в музыке. Например, какие-то там идут, и ты уже ждешь, когда будет «во», а там этого «во» нету, а есть какое-то ответвление, ответвление от его ожидания, а потом это «бог» и получилось. То есть вот какое-то, может быть, я не очень понятно говорю, мысль. Я слушаю тебя. Я слушаю и пытаюсь понять. Да, да, это очень хорошо. Вот ты тогда гениальную статью написала о гипертексте и идеальной детали. Не гипертексте, а сверхтексте. Сверхтексте, да. И идеальной детали. Это все-таки разные. Да, да, разные. Я не называю это гипертекстом. Мы назвали с Натаном это «сверхтекст и сверхдеталь». И сверхдеталь. Но я потом об этом буду еще рассказывать в следующем ролике на примере живописи, потому что там то же самое. Там, например, картину в целом видишь, а когда войдешь в деталь какую-то рисовать, рисовать целое теряешь из поля зрения, и там так хорошо нарисуешь, а потом посмотришь, думаешь, что ты такое сделал, потому что целостность потерял. Ну и в литературе тоже так же, да? Вот кто интересуется этим, могут посмотреть Дина Магомедова в Фейсбуке. Филолог, литературовед, педагог. Ну, много-много-много чего. Умный человек такой, великий. Вот. Поэтому я еще раз хотел тебя спросить вот о чем. Я поясню еще раз. Значит, по мне, как психологу, когда я, например, говорю по телефону с кем-то, я ему задаю вопрос. «Ты во сколько приедешь?» А он вместо ответа мне говорит, «Да, ты знаешь, вот я думаю, я так понимаю, что у него, наверное, много времени». Потому что вот этот симптом, что он не торопится мне сразу дать ответ. И психологически получается, что я так воспринимаю, что у него много времени. Потому что, а вдруг сейчас провод оборвется, и он так и не успеет мне сказать ответ на мой вопрос. Потому что он начал сначала комментировать, что вот он сегодня думал. Пока он комментарий дает вместо ответа, ну, о чем-то другом. Ну, у меня такое ощущение возникает. У меня такое состояние, я жду ответа, а он в это время к этому подводит. А связь может оборваться. И поэтому и в стихах тоже так же. То есть вот есть такое стихосложение, когда первая фраза вызывает вопрос, которым вторая фраза не отвечает на него. Одежа человека в некотором случае. Сколько угодно. Да, да, да. Вот я хотел тебя спросить какой-нибудь пример, когда линейное, когда линейное отвечание на вопросы, которые возникают предыдущими словами, и когда как музыки, например, когда какие-то там идут музыкальные мотивы, и ты ждешь вот сейчас вот это будет, а там подзадержали это, а дали только потом. А расстояние между этим заполнили какой-то другой мелодией. Ну, вот это вот какая-то волнообразность. Ну, может быть, я не непонятно говорю. Ну, давай я тебе скажу, как я поняла тебя. Да. Да. Вот ты знаешь, ведь стихотворение стихотворению рознь, и тип поэтической речи от стихотворения к стихотворению, они очень разные. Мне посчастливилось очень много читать символистских стихотворений, которые ушли как раз от прямого слова, от декларативного слова. Вот у Валерия Брюсова есть такое... Ты знаешь, вот мне очень жаль, что ты меня не очень подготовил к беседе, потому что, если бы я понимала... Это хорошо, я тебе скажу честно. Дело в том, что со стихами очень сложно говорить, когда у человека нет текста перед глазами. На слух ведь очень трудно восприниматься. Вот ты послушай, у Брюсова есть такое стихотворение, которое называется «Творчество». Ты не вспомнишь? Я сейчас его прочту. Тень несозданных созданий Колыхается во сне Словно лопасти латаний На эмалевой стене Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонкозвучной тишине И прозрачные киоски В звонкозвучной тишине Вырастают точно блестки При лазоревой луне Сходит месяц обнаженный При лазоревой луне Звуки реют полусонно Звуки ластятся ко мне Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне И трепещет тень латаний На эмалевой стене Вот одно из первых стихотворений С которым он вышел к читателю Первое, что читатели заявили Ну, символистов тогда никто еще почти не знал Что это вообще такое, с чем их едят Он выпустил первый сборничек Наполовину мистифицированный Который назвал «Русские символисты» И когда там вот это стихотворение Критики Простые читатели Прочитали Первым делом сказали Автор не в своем уме Или автор над нами издевается У авторов не в порядке логика Что значит тень несозданных созданий Какие-то, как, если это создания Как они могут быть несозданными Что это за эмалевая стена На которой колышутся лопасти латаний Потом дальше какие-то фиолетовые руки Которые чертят звуки Как звуки можно чертить Опять на этой непонятной эмалевой стене Потом, что это за прозрачные киоски Такие вырастают Опять при лазоревой луне Но особенно всех взбесилов Сходит в месяц обнаженный При лазоревой луне Владимир Соловьев Что называется, не последний В поэзии человек Ехидна писал Что, дескать, вот обнаженному месяцу Сходить перед лазоревой луной Не только неприлично Но совершенно невозможно Кажется, наш автор забыл Что месяц и луна – это одно и то же Ну и так далее, и так далее Вот это стихотворение Которое казалось таким набором нелепостей Набором аллогизмов У Брюсова пытались как-то это стихотворение Ну заставить его как-то объяснить понятнее Он, ну и первый вопрос, который ему задали Почему это у вас две луны? Всем же известно, что луна одна Брюсов ответил Какое мне дело, что луна одна Если для моего замысла важно, чтобы их было две Но правда потом он одну зацепочку для читателя добавил Я собирался здесь изобразить процесс творчества Ну это интересно Он же здесь Да Позволь я тебе спрашиваю Почему я говорю, что Да? Ну там звукопись играет большую роль Звукопись Звукопись само собой Да, и потом его образ И потом, я говорю всегда, что мне очень грустно Что перед читателями сейчас, перед глазами нет этого текста Потому что важнее, чтобы они его видели Оно не только по звукам дает такую сцепку Там еще совершенно замечательная структурированность Какая в музыке бывает Ведь это только люди совсем далекие от музыки Полагают, что музыка это логическая такая стихия На самом деле При всем том, что она бессловесна И именно потому, что она бессловесна Она структурирована гораздо больше Чем иные словесные такие построения Так вот вернемся Если это процесс творчества То что такое в таком случае Несозданные создания Сам скажи Тень несозданных созданий Если процесс творчества изображается Ну я думаю, что это замыслы может быть Конечно Именно так Это замысел Ну латании Те, у кого комнатные цветы есть Те знают, что это такие домашние пальмы С очень длинными стеблями И такими вот лапчатыми листьями Словно лопасти латаний на эмалевой стене Что за эмалевая стена Мы пока не понимаем Пошли дальше Фиолетовые руки на эмалевой стене Полусонно чертят звуки При лазоревой луне Мы пока не очень понимаем Все-таки Что это за фиолетовые руки Но можно догадаться Что это тень Вот этой самой Стебля и лапчатого листа Как руки Но что за эмалевая стена Все равно непонятно Звуки появились Значит Сначала была просто тень Замысел Теперь Замысел обрел звучание Полусонно чертят звуки При лазоревой луне То есть к тому, что вот Некое такое Видение Появился звук Дальше Прозрачные киоски При лазоревой луне Пространство Обретает замысел Это Заметь пока что Мы только гадаем Пространство Некое Почему в виде Прозрачного киоска Непонятно Только одно Надо иметь в виду Что когда Брюсов Говорит слово киоск То для него Это не торговый ларек Как для нас А французское Слово беседка А, но мы-то не знаем Значит, в общем Мы не знаем Но сейчас При публикации Этого стихотворения Обычно звездочку делают И делают перевод Киоск Французская Беседка Я понял Я понял А дальше А дальше с луной Сходит месяц Обнаженный При лазоревой луне Значит, вот в этом Звучащем пространстве Оно все большую Обретает Самостоятельность Появляется Своя луна И вот теперь вопрос Как это не может быть Второй луны Луна на небе И луна На картине Я понимаю У него свои коды Этих образов И он там их наполняет Своим смыслом Своими ассоциациями Но там самое главное Целостность И ритм И ритм Вот он эту целостность Потихонечку и творит И все А дальше оно уже Самостоятельно Тайны Не тень не созданных А тайны созданных Созданий С лавкой ластятся ко мне В самом финале И трепещет тень латаний На ямалевой стене Вроде Вроде так вот пока Кое-как Мы сквозь этот Сквозь эту Алогичность Прорвались И некую логику Начертили Расшепровываем Но Да Да Вот ты хорошо сказал Расшифровываем Но понимаешь Может быть мы бы Дальше И кое-что Ведь осталось Непонятным Ну ямалевая Что за ямалевая Стена Что за ямалевая Стена Непонятно Почему пространство Обретается Как прозрачный Киоск Вот не очень Понятно Да Совсем Непонятно И так бы Может и было Непонятно Если бы К Брюсову в гости И мотивация Непонятна Сейчас я тебе скажу Да Если бы К Брюсову в гости Не явился Молодой поэт Уже через годы Когда вот это творчество Было написано Владислав Ходосевич И описал Комнату В которую Он попал Ну понятно Что это зал Где окно Напротив Печки С эмалевыми Изразцами На окне На подоконнике Стоит горшок С латаниями Вот они Листья Значит Эмалевые Изразцы Вот она Эмалевая Стена Вот тень На этой Печке Когда Латании Там Отражаются И даже За окном Взошла луна Вот она Там взошла И оконные рамы При освещении Выглядят Именно прозрачными Вот этими беседками Я это понял Владиславович сказал Валерий Яковлевич Вы об этом писали В творчестве Брюсов сказал Не знаю Не знаю Ну да Он создал Коммер А потом Когда они Оказались Вечером В одном В одном Общем Литературном Салоне Он сказал А мы С Владиславом Фелициановичем Сегодня беседовали Об авгурах Авгура Носители Тайного знания То есть он дал ему Понять Что он угадал Да Вот я хочу тебя спросить Перед нами Перед нами особый вид текста Который выстроен как Ты правильно сказал Что мы расшифровываем Который выстроен как шифр Это стихотворение шифр Где прямо Почти ничего не Называется Он в своем Внутреннем мире Создал Он с одной стороны В своем Внутреннем мире С другой стороны Он очень Планомерно Ничего Впрямую Не называет Я это понял Либо пропускается Какое-нибудь звено Что не названо Печка Да Вот если бы он сказал Эмалевая печка Подоконник Да Вот всего-навсего Печка, подоконник И горшок с растением Тогда позволь Я тебя спрошу Тогда я тебя спрошу Ответственность поэта Ответственность поэта Почему он смел Позволить себе Не помочь читателю Понять о чем он говорит Оставаясь Он ему помог по-другому Как? Он ему помог по-другому Он помог ему Стать Со-творцом То есть Это Это не в уши складывается А дает возможность Гадать Разгадывать И приходить Вот к неким Это как абстракционизм Ведь вот догадался же Как абстракционизм какой-то Когда человек рисует Свой внутренний мир Который ему понятен А человек в других кодах Живет Ему это вовсе непонятно Я понимаю Слушай, я хочу тебя спросить Вот у меня Вот у меня Картина Кирилла Соколова Сейчас я ее сниму А нет, ее так не снимешь Вот тут вроде Огромный рог Красный квадрат И Другой квадрат На котором что-то Вроде силуэта Бычьей морды Я посмотрела Посмотрела И сказал Кирилл Константинович Это гибнущий Тореадор Он очень обрадовался И сказал И так тоже можно Да, да Слушай, я хочу тебя спросить Я хочу тебя спросить В определении Что такое Творческий подход Я придумал такое определение Что творческий подход Это поиск Наиболее простого решения Сложной задачи Через призму Общечеловеческих ценностей То есть поиск В общем и целом Да Но пути очень разные И в одном случае Поэт Или прозаик, кстати Пользуется прямым словом А в другом случае Это непрямое говорение Которое позволяет Вот Самсон очень любил Такое Что Одна точка Рождает не одну единственную линию А пучок Смыслов Не один смысл А пучок смыслов Я понимаю Как раз такое Вот как раз такое Стихотворение Шифр Которое включает Не пассивно Воспринимающего читателя А активную Ответную реакцию Вот она как раз Эти пучки Смысла И позволяет Я понимаю Я понимаю Можно будить в человеке Его фантазии Такой неопределенностью Гармоничной Неопределенностью Но будить его Генерацию Чтобы он сам фантазировал И при этом Оставлять его свободным И говорить Да, может быть и так Может быть и так А когда автор хочет Чтобы донести до него Именно так Как он хотел Вот моя мама Она не понимала Моих картин Вот сегодня Она может быть И поняла бы Сегодня может быть Она и поняла Потому что Твою девушку С гитарой Здесь есть Больше конкретности Раньше у меня было так Я видел в картине А я метафору делал И перекросто К метафору И с реальностью Как бы Вот такая была живопись Она подошла Посмотрела на картину мою Давно И сказала Ты меня извини Но я не понимаю Потому что Она думала Если я нарисовал дерево То должно быть дерево Если я нарисовал забор То должен быть забор То есть как фотография Ну такое было раньше Воспитание у людей Воспринимать Эта картина Значит она должна Что-то отражать Какую-то реальность Она не была посвящена В искусство Абстракционизм Они уже очень по-разному Можно отражать Ну да Весь вопрос в том Я хочу чтобы Зритель понял Что я там выразил Или я ему даю На его откуп Пусть понимает Сам как хочет Лишь бы было ему интересно Вот наверное две позиции автора Хочу ли я Чтобы он адекватно Вопрос Перед нами Автор монологист Он знает Единственный смысл И он этот Единственный смысл Читателю В уши В голову Вкладывает И собственно Никакого Прибавления Не получается Вот я тебе сказал Ты понял Понял Все А есть случаи Когда Читатель Как бы этот смысл Завершает И Его Еще и добавляет И вот это Такое Диалогическое Взаимодействие Авторского И Читательского Да Это интересно Понимаешь И если Этого Диалогического Взаимодействия Нет То На самом деле Получается Что Перед нами Однолинейный И монологический Способ Взаимодействия А вот Не обязательно Это эгоцентрика Такая Эгоцентрика Такая Самовыражение Понимаете Как хотите Автор А в другом случае Тебе обязательно Да Да А в другом случае Тебе обязательно Нужна ответная реакция Причем Ответная Не в том смысле Что она Сдублирует То что ты Сказал А в том смысле Что она Еще и Добавит Вот я тебе скажу Что это Стихотворение Творчество Я читаю С моими Студентами Не первый год И Во всех случаях Я просто Пускаю Аудиторию Вот на такое Разгадывание И вот поверишь Ну сколько у меня Студентов За мои Ну Я конечно Не 50 лет Читаю с ними Этот текст Мне У меня в этом году 50-летие Педагогической Работы Но уж лет 25 Я со студентами Это стихотворение Разгадываю Поверишь За 25 лет Никогда не было Повторов Вот никогда А всегда Повторов Что ты имеешь ввиду Повторов В том смысле Чтобы Ну вот я тебе Сейчас эту логику Нарисовала Чтобы они Вот точно так же По этой же Системе Прошли У них Совершенно Разные пути И разные Способы Прочтения И вот это Я очень ценю Я хочу понять Я хочу понять Ты имеешь ввиду Интерпретацию Того Что сказал Брюсов Каждый Воспринимает По-своему То есть он Интерпретирует Интерпретацию Того Что там У Брюсова Нарисовано Что он Изображает Ну то есть Эти студенты Никогда Не похорились В том Как они Это дело Видели Да То есть Все видели По-разному Понимаешь Какие-то Какие-то Повторя Константы И бывали Но Сколько Там было Вариаций При этих Константах Скажи А на что Ты рассчитывала Как педагог Ты на что Рассчитывала Как педагог Что кто-то Из них Догадается Именно на это Как они могут Догадаться Именно на это Именно на это Что нет Неправильных Ответов Что они Все Так или иначе К смыслу Что-то Добавляют Нет Неправильных Ответов Они все Так или иначе Какую-то Ниточку Выхватывают Из-за нее Так Подожди Подожди Может быть Ты как Творческий Человек Добавляешь В этом Их Диалоги С Брюсовым Студента С Брюсовым Добавляешь Свою Теперь Интерпретацию Творческий Я не то Чтобы добавляю А мы Вместе Добавляем Потому что Зачастую Они такое Увидят Чего А знаешь Вот интересно Было Однажды Я читала Лекцию Школьным Учителям Причем Учителям Старшего Поколения Раньше Ведь у нас В университетах Даже на Филфаках Не умели Прочитывать Символистские Тексты Очень Поверхностно Читали И Вот мы С ними Дошли До конца И вдруг Одна Учительница Так разочарованно Говорит Как неинтересно Стало Было Так загадочно Так красиво Так необычно Это другая Сторона Жизни И вдруг Печка Слушай И вдруг Печка Горшок Как же так И тут До меня Дошло Она Совершенно Права Здесь Сточку Ставить Нельзя Потому что Дело Не в том Что мы Добрались До первоосновы А дело В том Что стихотворение О чем Как из Этого Совсем Простого Бытового Бытового И Некрасивого Рождается Необычное Загадочное И совсем Непохожое Это другая Задача Это другая Задача Это психология Тукочисла Это другое Все зависит От цели Потому что Когда мы Определяем Эффективность Мы должны Понимать В отношении К чему Вот есть Тест Ротшерха Психиатрии Это берешь Ручку чернильную Брызгаешь На Белый лист Бумаги Пятна И говоришь Что ты здесь Видишь Один видит Таракана Другой видит Дом Третий Пальма Четвертый Красивую Девушку И так далее Но все Зависит от цели Для чего Мы это сделали Точно так же Брюсов Он так брызнул А теперь Зависит от цели Для чего Он это сделал Чтобы изучить Психологию Восприятия Своих Читателей Или для того Чтобы Посмеяться над ними Или для того Чтобы сказать им Я выразил так Как хотел Я вижу так Мир А вы смотрите Автор имеет право Выразить так Как он хочет Ну все зависит От того Для чего Мы это делаем Потому что Истина Она в контексте Нужно знать Цель И систему Отчета А так просто Вот рассуждать О стихотворении Не зная В каком русле Зачем И в чем там Педагогическая Изюминка Тесс Рошерха Я бы тоже Показал И сказал Ребята Определяйте Кто Чего здесь Видит Каждый бы видел По своему Я бы 20 лет Этим занимался И тебе бы сказал Диночка 20 лет я работаю И 20 лет Никто не повторился Или наоборот Очень многие Повторились Потому что На самом деле Вот так Если приглядеться Там больше Похоже на дерево На этом леске Ну к примеру Вот так Ну да Или на дерево Или на солнце Или еще На что-нибудь такое Очень интересно Это очень интересно Да Очень интересно Я тебя очень прошу Вот после нашего разговора Ты найди еще раз время Я еще лучше сформулирую То что я хотел сказать Ты очень правильно Мне сказала Самое главное Правильно задать вопрос Ты мне очень правильно Сказала Да Но я вот думал Что я задам его Я думал Что я смогу задать Видишь Я оказался не готов Я еще подумаю Хорошо 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 Конечно Ты согласишься Через несколько дней Еще раз поговорить Да конечно 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 Через несколько дней Да Завтра у меня К сожалению День уже забитый А через парочку дней Пожалуйста Поговори И о блоке Ну в общем Ты знаешь все это Знаешь что я тебе хочу сказать У нас в школе Человек будущего Очень много Интересующихся людей Очень много Интересующихся людей И у нас есть То чем мы все вместе Занимаемся Мы создаем Науку Человечности Мы определяем Понятие Что такое Любовь Что такое Сопереживание Сострадание Что такое Созидание Что такое Чувство Бесценности Живого И я придумал Такую вещь Что уже Создавая Совместно Эту науку Человечности Потому что Ни религия Ни искусство Ни литература Не спасли от пандемии Значит Нужна науку Ну а Науку доступную Для всех Как физика Химия Она и для спортсмена Для таксиста Для штангиста Для министра Для всех Которая не разделяет людей А объединяет людей Независимо от их культуры Географии Религиозности Для всех Единый общий язык Вот наука Человечности И вот я придумал Что пока мы ее создаем Она в нас и генерируется То есть она в нас и востребует Эти человеческие качества Напоминает о них Актуализирует их И вот сам процесс Создания этой науки Совместный Там же у меня из многих стран Мира люди Уже Уже очеловечивают То что у нас сейчас Расчеловечивается Вот сейчас система Мироустройства такова Что сейчас новый виток Неопределенности Катаклизма Кризисы Точки бафоркации Все меняется И в этой неопределенности Манипуляции И все прочее Десятые пандемии И все прочее Расчеловечивание происходит А вот то что мы сейчас занимаемся Как раз таки Очеловечиванием занимаемся И мы занимаемся Это с целью сокращения Кризисов и войн на планете Для сохранения разума На земле Вот я тебе сейчас сказал Чем мы занимаемся Но я приготовлюсь еще Спасибо тебе, Дина Огромное Спасибо Спасибо тебе за вопросы Спасибо, Дина Поговорим Дома привет всем И твоим студентам тоже Спасибо Спасибо Целую Спасибо 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 Спасибо